Здравствуйте, дорогие друзья! Сказано в нашей недельной главе, и будешь слушаться голоса всесильного твоего, исполнять его заповеди и законы, как я заповедовал тебе. О чем тут разговор? Здесь идет речь о том, что в нашем поколении мы очень открыты для чужих влияний. Нас влияет телевизор, друзья, окружение. Одна из важнейших задач поколения, это чтобы мы, разум и знания были сформированы в соответствии с позицией Торы. Убедись сначала, где правда, а потом иди по этой правде, а не просто так сказали и пошел. Мы должны понимать, что есть тот, кто создал, а есть тот, кто думает. Например, человек создал холодильник и дает ему инструкцию, да, включить все это. А второй говорит, да нет, я думаю лучше сначала воду. Ну, мало ли, что ты думаешь, ты сначала разберись. Мы должны слушаться мнения Торы, и вся система, наши взгляды, должна быть выстроена в отношении, именно в соответствии с ней, потому что она есть истина написана. Есть одна проблема нашего поколения, все думают, а как на меня посмотрят, на что подумают. Да они все равно что-нибудь подумают, и все равно как-нибудь посмотрят. Но человек должен знать, прежде чем он думает, как он выглядит в глазах окружающих, ему надо понять, как он выглядит в глазах неба, и еще в глазах себя, потому что ты тоже формируешь себя. В комментарии с Фатемет написано, что разведчики, которые шли в пустыню, не просто так говорили, мы были в своих глазах, как кузнечики, и такими же были в их глазах. Если я смотрю на себя, как на кузнечика, и другой будет видеть меня так же. И наоборот, в Британии 70 лет назад, 75 почти, был раввином Якубович, Раф Ракубович. И вот королева сделала большой прием, всех пригласила, в том числе и присоединить еврейской общины, и Рафа этого. Раф написал, что, к сожалению, я не могу там в протокол, я ем кошерную пищу, поэтому на такую трапезу прийти не могу. Он получил письмо, что королева прочитала и просит точности сказать, что надо, какой кашрут, и все будет хорошо. Раф понял, что уклониться не очень получится, пришел на трапезу, все одинаковое, в это время к нему подошел старший, говорит, вот смотрите, перевернутая тарелка, приборы, там все ваше, все кошерное, он сел там, да. Вдруг он увидел, как только блюдо одно закончилось, люди встали и перешли, менялись. Есть такая традиция, там все, после каждого блюда меняются местами, что делать? Раф подумал, как выйти из этого положения, и решил, что ради кашруда стесняться нечего, он взял тарелку вместе с катертью, со стаканами и перешел на другое место. Рядом с ним сидел нерелиозный еврей, который сказал ему там, ты что делаешь-то, посмотри, ты позорно нас навлекаешь, я вот ем вместе со всеми, нормально, не напоминает вампира Ахашвироша, хотя он в минимальном виде. После второго блюда опять помнялся, и тогда, когда закончился ужин, встал нам уходить, в это время к нему подошел принц, это нынешний король, принц, сейчас он стал, знаете, я наблюдал за вами в течение всей трапезы, и вы знаете, моя мать королева, я видел принцев, принцей, но вот я очень уважаю вашу позицию, вы верны своей правде, это видно. А тот нерелиозный еврей тоже подошел, говорит, там, почтение, я тоже еврей, тот говорит, ты тоже еврей, а что стоял, как все, какая у тебя должность, и записал сведения, и есть, я не хочу много рассказать, но этого человека уволили с работы, потому что он работал в системе дворца. Потом он пришел к Раву и говорит, слушай, я смеялся над вами, но, как говорят, в народе смеется тот, кто последний смеется, вы шли за истиной, и вас уважили, а меня унизили. Ваша твердая позиция в соблюдении заповедей, ваш сильный характер победил английскую королеву со всем моим окружением, и даже меня, старавшуюся стереть Тору, понравится им. Мы живем в поколении, когда чем больше расширяется внешний круг вокруг человека, тем больше сжимается изо дня в день его внутренний мир. У человека есть богатые мнения, желания, мысли там всякие, но мнение мира, оно, если противоречит Торе, это ловушка и обман, это сказалось еще Раби Салантра. Человек живет с собой 70 лет, иногда и не узнает себя. Какой стыд, и какое страдание, если человек прожил, и ни разу не сел напротив зеркала, и не спросил, кто я, что я, куда иду. Рассказывает шутку о человеке, который подумал, что стал мышцем. Из-за этого он его отправили в психическую лечебницу, он вылечился, потом выходит, и скоро опять прибегает туда. В чем дело, его спрашивают? Он говорит, когда я вышел на улицу, ты увидел кошку. Ну и что? Говорит, ты кошку увидел, ты же знаешь, что ты не мышц. Он говорит, да, но это люди же не знают этого. Понимаете, как складывается? Чтобы мы могли отдаленно понять, что это такое. Вот смотрите, все верят в то, что жизнь произошла там самопроизвольно. Ну это как пример, да. Вероятность такой, это 10 минус 40 тысяч. 10 минус 40 тысячной степени вероятность рождения. Вот представьте себе, у директора государственной компании лотерей 12 детей. Перед каждым тиражом, который проходит раз в месяц, он покупает детям по билету. И в январе к папе приходит старший, выиграл приз. Потом следующий, каждый раз в год все дети его выиграют. Как картинка. Если такое случится, я думаю, что удачный директор окажется за решеткой. Так вот вероятность 12 раз подряд выиграть в лотерею главный приз, подумайте, 12 раз выиграть главный приз одного человека равна 10 в минус 72 степени. А возможность случайного появления одной бактерии в 10 в 40 тысячной степени. Но вы же верите в это. Многие верят в то, что... Поэтому, еще раз говорю, надо понять, что мы, мы, это то, что мы думаем. Мы, это то, что мы видим. Мы, это то, что мы все это в совокупности вкладываем в свою голову и потом становимся мы. Надо верить в Тору, верить в себя и не верить в окружающий мир, который нам что-то рассказывает. Прохава от флага. Субтитры делал DimaTorzok Дима Тору Дима Тору Дима Тору Дима Тору Продолжение следует...